Девушки отдыхают В русской государственности работали именно наши мастера. А вот среди подарков, экспонатов, есть и произведения искусства из самых разных уголков планеты, в том числе и стран, представители которых сегодня стали гостями Дворца Независимости. Александр Лукашенко встретил эту творческую молодежную делегацию в Зимнем саду. Вы уже победили, вы же победили в своей стране. Ты же у нас лучший армянин, да? Поэтому вы уже должны быть рады и довольны, что вы победители-победители в своей стране. Ну, а тут уже как повезет. Вы знаете, чем отличается Беларусь? Ну, если преломление вашего конкурса от других стран своей честностью и справедливостью. И поэтому здесь победит только сильнейший. Согласны? На память о встрече участники, делегаты и организаторы конкурса преподнесли Александру Лукашенко небольшой подарок – символический главный приз детского песенного конкурса. Это микрофон из прозрачного стекла с цветными линиями. Ну, а в эти минуты участники репетируют свои номера в Минской арене. Для каждого вокалиста отводится 40 минут. После прогона команда отправляется в просмотровую, чтобы на мониторах оценить будущую эфирную картинку. Свои первые репетиции уже провели Армения, Израиль, Франция, Азербайджан. Кстати, на генеральный прогон-шоу 24 ноября на Танцпол выпущены дополнительные билеты. В поездах на региональных линиях можно будет торговать не только газетами и сувенирами, а и продуктами питания, в том числе собственного приготовления. Это прописано в новых правилах для торговли и общепита. Это не только проводницы, это при определенных условиях могут осуществлять и предприниматели, которые продают средства массовой информации, какие-то сувениры, они ходят по электричкам. Важнее всего погода за окном. В Сеуле и Абудабе солнечная осень, а в Ташкенте цветут розы, тогда как в Молдове уже выпал снег. На своей странице в Facebook Министерство иностранных дел нашей страны показало, какая сейчас погода за окном наших посольств в разных странах. Без комментариев. Таковы главные новости к этому часу. В стране и в мире продолжим в 19 часов.